Здорово, камрады! Сегодня заоценим игру анима. Давно пылицы в библиотеке, никак не доходили до неё руки, но вот пришло время посмотреть, что она из себя представляет. И, насколько я знаю, это что-то диаблоидоподобное. Так, выберите свой навык. Колдовство, стрельба из лука, некромантия. Давай посмотрим бой. Ну, типа ближний бой. Это мастерство основано на использовании, ладно. 20% броня, магическое сопротивление, здоровье и регенерация жизни. Ммм, колдовство, магический урон, 30 маны и восстановление маны. Так, физический ущерб, скорость атаки, охренеть. Некромантия, магический урон, плюс 15 к здоровью и мания. Святость, ну то есть типа хил, броня, магическое сопротивление, здоровье и мана. И другидизм, может быть другик просто. Не знаю, меня привлекает воин, ну типа воин, там регенерация жизни. Но с другой стороны, если мы выберем некроманта, у него тоже должна быть регенерация жизни. Не знаю, колдовство, такое себе. Лучник, такое. Святость. Ай, ладно, давайте возьмем некроманта. Ладно, сидит король, вокруг него воины. Короче, он говорит, что какие-то демоны кругом. Кругом одни демоны, а может быть он сам демон, не его. Во всем виноваты демоны, как всегда. Абсолютно всегда. И везде. Вы зомби? Да, это зомби. Зомби на английском. Класс. Короче, дебильный перевод. Ну, перевод. Недоперевод. Потому что что-то переведено, что-то нет. На хрен с ним, пускай хотя бы так будет. Да не вставай, не ползи. Просто лежи и умирай спокойно. Пацаны, никто не хочет разговаривать. Какая печаль. И что? И что? Не ударить вам меня, гнилые сволочи. Откуда вы встаёте? Тут же нет кладбища. Просто из земли. Уровень 2. Новые навыки и атрибуты доступны. Итак, открывается на уровне 35. Серьёзно? Ладно, что это у нас? Очки. Осколок кости бросит осколок кости, который разбивается при столкновении. Скелет воина вызывает скелета воина, который находится под вашим командованием. Создаёт вихрь. Не, ну раз мы некромант, то мы будем вызывать воинов. Скелетов. Так, это у нас... Да, это у нас наш персонаж. Ага. Ага, ага, ага. Так, ну это статы, прочность, сноровка, интеллект, способности. Чёрт его знает, пока оставим в покое. Я не знаю, что нам нужно будет качать. Поэтому крышка. Крышка добавлена. Крышка? Серьёзно? Какая крышка? Это шлем. Нет, конечно, это крышка с одной стороны для головы. Но, блин, убогий привод. Хотя игра уже существует до хера лет. Хотя на самом деле пару лет всего лишь. Может быть года три, четыре, пять. Без понятия. Это что у вас тут за ритуалы? Кого вы пытаетесь воскресить? По сути, вы хотели воскресить меня, призвать меня. Но я к вам пришёл. Теперь давайте сражаться. Undead horror. Типа, не мёртвый. Не мёртвый. Типа, не мёртвый ужас или что? Или мёртвый ужас. Хрен поймём, что это нас атаковать. Но у него ничего не входит, потому что жирная скотина не может правильно попасть, поймём. Да, да, да. И последний удар. Я же сказал последний удар. Нет. Да что ж ты будешь делать, а? Целься в этого жирного. Доспехи, доспехи. Всё херня. Ну ладно. Так, кераса. Кераса, кераса, кераса. Как тебе экипровать? Что ты хочешь, не отстаньте. Это что определить? Меч. Там мы вроде меч не носим. И мы используем волшебную палочку. Вот, кстати, пожалуйста. Минус. Очень большой минус. Какого чёрта я не могу просто тыкнуть по предмету в сумке и сравнить его с тем, который на мне надет? Блин, это старая механика, которая существует уже десятки лет. Но почему-то в последних играх, которые существуют, она не реализована. Какого чёрта? Так, ладно, Пентаграмыч. Слушай, а мы теперь, да, мы теперь в ближайшем бою сражаемся. Неприятно. Всё же я некромант. У меня должен быть посох данного боя. Так, разбивай. Группы топаз. Группы топаз. И что ты даёшь? Чёрт я знает. Ну, наверное, его можно куда-то инструктировать. Но пока неизвестно куда. Возможно, будут какие-то шмотки, в которые мы сможем потом пихать всякие разные камушки из самоцвета. Ящики на нас абсолютно никаким образом не реагируют. А тут... А тут ничего. Ладно, идём дальше. Так, а где мой скелет-воин? Я же выучил навык. Э, тебя нужно перетаскивать, чтобы активировать. Ну, вот это, конечно, жесть. Ну, давай. Призови. Ну, призови, скелеты. Э, чё за дела? Чё за бред? Давай попробуем тебя сюда поставить. Нет, вообще не реагирует никакой-то тыгл по... По иконке, а ему всё равно. Ну, ладно, пойдём дальше. Разберёмся с ним потом. Так. Получить бесплатное золото. Начало, капитан. Добро пожаловать к нам в вою. Должно быть трудно. А можно побыстрее? У-ху, прикол. Я хочу прочитать диалог, но, к сожалению, он скрылся. Ну, и ладно, чёрт с вами. Короче, он нас поприветствовал и говорит, что это город поэта подземелья, в который нам нужно пойти и что-то сделать. Выкромсать немножко чудовища. По-любому. Так, мини-карты, это что? А, это ты, это игрок какой? Так, это какой-то игрок, ставка. Ставка. Испытай удачу, нахрен надо. Так, 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 ты что? Ты торговец. Тоже пока... Хотя, подожди, почему не нужно? Давайте оттолкну всё. Требуется силы 3. Эээ. А у нас вообще силы нету. То есть мы не можем прокачивать силу. Ну и ладно, продадим. Как тебе продавать? Как тебе продать, друг? Чёрт его знает, как продать. Простое перетаскивание ничего не даёт. Так, этот агаж. Ты с вами, понятно, вот этот знак. Он что-то обозначает, но я его не могу найти на карте. Он отличается где-то тут, но тут никого нету. Ой, ладно, задолбали, давай свой бесплатный зон. Следуйте за нами на YouTube. Видите, к чёрту. Ага, крыль ракеты. Донат, короче, донат, донат, донат. Интересно, сильно ли он влияет на игру? Вот, кстати, продать всё. А вот камышек ты не продаёшь. Кстати, да, вот, пожалуйста, эти посохи. Посохи, посохи, грубая палочка. А сколько у нас золото? Неизвестно. Ага, 197. Деревянный посох. Требуется интеллект, два. Долговечность. Тут ещё и оружие разрушается. Прекрасно просто. Почему бы и нет? Давай я тебя и возьму, потому что... Потому что, во-первых, ты с камнями, а у-вторых... Потому что, во-первых, ты с камнями, а у-вторых, я же волшебник. Я, по сути, должен носить посохи. Я не могу это сделать. Типа ты не можешь использовать посохи, или что? Требуется интеллект-2. Ну, давай, вот интеллект-2. Ты доволен? Я не могу это сделать. Чёрт его знает. Давай, 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 толкнём этот меч к чёрту. И возьмём себе волшебную палочку. Да, я тебе недостаточно валюты. Ну, ладно. Значит, не возьмём палочку. Ящик. А, это типа сундук наш. Пускай будет. Так, и у нас остаётся кузнец. Что у тебя можно сделать, использовать? К чёрту. Ремонтировать вещи можно. Ненавижу. Идиотизм. Ладно. По сути, мы тогда всё собрали. Тут к чёрту. Тут это что? Найти генерала и его людей в заключении. Понятно, это квест. Крепость порядка обычная. Но мне уже игра не нравится, честно говоря. Потому что, во-первых, диалог просто медленно-медленно ползёт. Его никак нельзя либо ускорить. Ну, точнее, его никак нельзя ускорить. Его можно просто скипнуть. Войти 20 тысяч золота. Ой, идите к чёрту. Хотя, что это вообще такое? Бросать вызов и побеждать орты. Понятно. Это, короче, подземелье, куда мы просто заходим. И просто сражаемся иногда с какой-нибудь ордой нечисти. Открыть. Ладно, разговаривайте. Когда начался террор, я был в дворцовых садах, где росли редкие красные цветы лотоса. С их помощью я могу создать восстанавливающие магические зелья и быстренькие тираны. К сожалению, мне пришлось бежать. И у меня не было времени собрать достаточно цветов. Если ты принесёшь мне их ещё немного, я смогу исцелить наших раненых. И дать тебе одно из этих зельев в качестве благодарности. Хорошо. Так, в дворцах я дать его алхимику. Ну, пойдём. По сути же нас это подземелье должно привести куда-то. Ну да, вот сад номер один. Так, так, так. Нет, всё же мы можем посохом пользоваться. Но почему мы не можем призывать нечисть? Вызывает скелета воина под вашим командованием. Ну, и что с тобой не так? Уровень навыка. Да это не то, что мне нужно. Почему не могу его призвать? Вы мне вот это расскажите. А, псины. Нет, это гоблины. Нет, это вообще импы. Ну, демоны типа. Самые низшие демоны. Зомби и низшие демоны. Какие-то странные у вас, конечно, сады тут. Ну ладно. Да что вы говорите. Бесполезные создания. До, 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 до. Хоп. И никто нам ничего не сделал. Потому что вы, чёртовы слабаки. Ага, шлем. Синий шлем, кстати. Того идите к чёрту, а. Лук. Лук неинтересен. Сапфир определите. Снарядите. Класс. Так, 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 так. А у вас, у вас получается только в кузне можно? Ну да, их походу где-то нужно экипировать в городе. Потому что так просто мы не можем вставить всю эту дичь. Ну и ладно. Давай, зомби, погибай. Оружие. Лук опять. Это не то, что мне нужно. Сырой изумруд. А есть приготовленный изумруд. Грубая палочка добавлена. Ага. Давай, кстати, попробуем палочка, 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 палочка. Давай попробуем палочку снарядить и попробуем призвать скелета. Абсолютно всё равно. Кстати, к нам идёт зомби, поэтому снаряжаем обратно посох. И автоматически будешь таковать, просто ради интереса. Ну а там просто постоял, посмотрел на меня и решил ударить. Да, забавно. Определите, блин, а смысл определять, если и так понятно, что это лук. Отправляйся на тот свет, откуда ты восстал. Броня, кстати, синяя. У нас уже была какая-то броня. Ай. Задолбали вы с своим определением. Требуемая сила 3, требуемая сила 3. А у меня вообще нет такого навыка, как сила. Как я могу силу прокачивать, если у меня тупо нету силы? Красный цветок, городской портал. Спасибо, неинтересно. Я хочу пробежать эту локацию до самого конца, а потом посмотреть, что там вообще есть. Кстати, если мы сюда нажмём, то ничего не произойдёт. Ну и ладно. Почему я не могу призвать скелета? Меня до сих пор молчит этот вопрос. Щит. Ага. А вот, кстати, интересный вопрос. Можем ли мы с этим посохом носить щит? А вот, кстати, интересный вопрос. Можем ли мы с этим посохом носить щит? Требуемая сила. Давай определить. Тоже сила 2. Но, предположим, прочность. Ну и ладно. Так, ящик. Крышка опять. Очень много шлемов. Такое ощущение, что нам говорят, типа, друг, носи шлемы, иначе тебе снесут голову. Что ты не атакуешь? Почему? По какой именно причине ты это делаешь? Доспехи? Доспехи, понятно. Ну, давайте пооткрываем это. Почему мне это определить? Деревянный посох. Ты плевать. Что ты продолжаешь? 14 уровень. 7. Ну, я могу тебя улучшить. Я могу, конечно, тебя улучшить, но откровенно я не вижу смысла тебя улучшать, потому что я банально не знаю, как призвать тебя. Интересно, кстати, а мы можем все это прокачать, потому что они, по сути, идут... Вот эта ветка идет скелетов, а вот эта ветка тоже соединяется с этой. То есть нам в любом случае нужно будет среднюю ветку качать. Ладно, в любом случае качать больше нечего, поэтому качаем скелеты ворнами бесячь от того, что нигде не пишут о том, как его призвать. Как бы интуитивно должно быть понятно, что ты просто нажмакаешь на навык, и он призывается, но тут, видимо, это работает не так. Что это было? Какой-то эффект нам дали. Какой-то неизвестный странный эффект. Повышение интеллекта. Ну ладно, только смысл от этого. Временные бафы. Какая интересная вещь. Ну давай интеллект качнем на три. Давай, знаешь, как так, 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 потом так, 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 и вот так. Ну да, видимо, это все же не сила. Ну и хрен с вами. Не сила, так не сила. Босс, 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 иди сюда. Кто ты? Корн зэк капитан. Короче, какой-то капитан. Мертвый капитан, проклятый капитан, плей, бывает какой капитан. Мы просто уже закончили этот уровень и уходим отсюда. Сад номер два. А, я в город хотел вернуться. Здоровье и восстановление маны. Увеличение на 16, плюс один к маны, выемка. Четыре выемки. Но тут минус макия и панх. Ой, да пуфер. Плевать, короче, снарядим. Там есть выемки для самоцветов, это то, что нам нужно. Все остальное нам больше не нужно. Вообще можно телепортануться уже в город и, в принципе, там продавать все, что нам не нужно. И все остальное. Кожные доспехи, кстати. Кожные доспехи и пояс. Их я хотя бы могу снарядить. Да, вот их могу снарядить. Перчатки. Окей. Перчатки так и перчатки. Но мы все равно по-прежнему не можем призывать нашего скелета. Даже в перчатках. Ну и где вы чудовище? Импы. Импы второго уровня. Ну да, играник лечит разнообразием врахов. Кстати, зомби уже начинают умирать только с трех атак. Раньше они погибали всего лишь с двух. Это ни о чем, короче, игра. Не знаю, может быть, кому-то и зайдет, но... Ну не знаю. Сундук. И что? И там ничего не было? Серьезно? Грубая палочка, кожный ремень. Все это неинтересно. Какого черта я не могу призвать скелета? Вот гляньте, какая арда монстров. И они меня сбивают, они меня забивают. Все, я труп. Вход в город. Пойдем в город, короче. У нас... Да, у нас все сохраняется, в принципе, поэтому вообще плевать. Мы даже ничего не теряем от смерти. Так, это что? Это квест. Разговаривать. Большое спасибо, Боль. Подожди минуту, я дам тебе твое лечебное зелье. Вот, возьми его. Спасибо. Нашел три драгоценных камня одного типа, чтобы создать новый. А, даже так. Получается топаз, гранат, сапфир и... Изумруд. Нет. Извини, друг, но у меня все разно... Извини, друг, но у меня все разнообразные камни. Так что я приду к тебе в другой раз. Кузнец. Предположим, значит, кузнец, кузнец, кузнец. Давай я тебе дам вот этот шлем. Использовать, убрать слот, ремонт, исправить, все. Использовать. Не работает, хорошо. Давай попробуем вот так. А, так работает. Ну, замечательно. Давай тогда просто подпихаем камни, пускай они там будут. Вопрос только, как вытащить их. Я так понимаю, мы так и убрать слот. Операция обойдется. Спасибо. У меня не так много золота. Так, 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 нам нужен торговец. Ты торговец. Друг, я хочу тебе толкнуть абсолютно все, что у меня есть. И действительно, мы толкнули все, что у меня есть. Без шанса на то, чтобы выбрать то, что я хотел бы толкнуть. Ладно. Горьмыки у костра. Ну, ладно, отдыхать, а я пошел дальше. А что у нас дальше? У нас даже квеста нет особо. Описание. Этот квест выполнен. До вопросов нету. Потерянные солдаты. Описание. Добро пожаловать к нам, воин. Должно было быть трудно. Считать такое долго путем назад. Сильный тремор. Родизапно потрашенный сон, ловящие звуки. Понятно, понятно. Которое, где мы, пожалуйста, знаете, что случилось с нашими братьями. А где я это должен узнать, неизвестно. Но это действительно неизвестно, потому что... Потому что нам не пишут, на какой локации они даже могут быть. Этот хотя бы писал, типа, вдруг мне нужно растение садов. А тут вообще без понятия. Это что у нас? Типа телепорта, да? Да, это телепорт. Сразу локацию. Ну, прекрасно, да. Замечательно то, что мы можем начинать сразу какой-то поделать. На локации, но только то, что мы не можем призывать до сих пор скелета. Это очень странно. Может, тебе маны не хватает или что? Старьба из лука. А мы не поможем вообще все прокачивать абсолютно. Абсолютно любую ветку. Интересно. Это получается то, что тут нет особо привязки к классу. Иди в магазин, иди в магазин. Понятно. Интересно, вот это все, что иди в магазин. Можно добыть каким-нибудь, скажем так, бесплатным путем? Потому что это неприкольно. А, ящики. Чувак, у тебя есть посох. Просто подойди и жахни посохом. Какого черта ты майки тратишь просто так? И ты хочешь показать, какой ты крутой волшебник? И почему ты вообще синими шарами какими-то цель достигнута? Какая цель? Почему ты какими-то синими шарами раскидываешься? Ты же некромант. Ты должен красными шарами кидаться. А ты, блин, бросаешься синими, как какой-то гомо-волшебник. Фу, таким быть. Но это выход уже на третью локацию. Блин. Ну, там делать нечего. Пойдем тогда по этой локации, пробежимся. У тебя есть шанс получить... У тебя есть шанс получить какое-то сердце, какой-то медальон и какие-то крылья. Только найди группу. А, я понял, что за группа эта. И с кем-нибудь путешествовать. И тогда вам дадут вот такую вот дичь. Ну, не знаю, неинтересно. И пускай группа, конечно, ищется. Может быть, кого-то найдет. А может быть, никого не найдет. Хотя, с другой стороны, одна хрена мне это надо. Золото. Очень много золота падает с этих... Золото, золото, золото. Постоянно падает какое-то золото с этих чудовищ. А, у нас всего лишь косарик золотых. Очень мало. К слову, у нас здоровье восполняется само по себе. Поэтому даже вольны не обязательно было брать. Некромантам тоже можно это делать. Третий уровень зомби. Третья локация, а у нас до сих пор одни зомби. Зомби и импы. Можно какого-нибудь рыцаря-скелета или что-то подобное. Вот зомби, которые плеваться научились. Ну да, что-то новое. Ну, конечно, не очень новое. Что это за секретная дорога? А, нихрена, это не секретная дорога. Это какая-то хрень. Такое ощущение, что мы идем по той же локации, только ее тупо отзеркалили и все. И походу, да, действительно, оно так и есть. Да, в кого ты плевешься? Слышишь, ты. Занилое создание. Что это? Шлем. У нас и так есть шлем. Прекрасный, охрененный шлем. Который проживет с нами еще пару уровней, а потом мы его поменяем на что-то поинтересней. Да, 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 да. Блин, ну мы сейчас так погибнем и жирнее стали. Теперь они отлетают только с четырех ударов. Вот куда ты стреляешь? Ну ты видишь перед собой зомби, а? Идиота кусок. Может быть так? Да. Так хотя бы попал. Да, только вот этого мы сейчас скоро погибнем. Попадем на какого-нибудь противника. Да, на того же зомби попадем, который тоже плюется и просто покинем этот мир, как всегда. Лучник, лучник, лучник. Почему я не могу призвать гребного скелета, который будет сражаться на моей стороне? Я уже два очка навыка сюда потратил. Я все равно не могу его призвать. Отдыхай, замбак. Блин, какой тут пупик. Вставай уже. Почему ты не можешь атаковать сразу лежачего? Ты же видишь, что он встает. Костанем в него свой пучок гейской маны. И тогда он просто не встанет, он сразу погибнет. Но нет, мы будем ждать, пока он встанет. Пока он начнет плеваться у нас. Только после этого мы кастанем что-то. Топазы, сапфиры. Да давай, кстати, 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 оружие. Палочка. Грубая палочка. Давай, снарядим ее. Потому что она поинтереснее будет, чем наш посох. Интеллект, интеллект. А мы куда-то можем эти камушки? Мы куда-то можем эти камушки засунуть? Нет, никуда не можем. Ну и ладно, тогда идем дальше. А дальше некуда идти, это тупик. Это тупик. А где монстры, которые должны нас окружить и попытаться сожрать? Это же тупик. Ну и ладно, плевать. Идем дальше. Пройдем в четвертую локацию и на этом закончим. Ну, честно говоря, очень, очень, очень скучно. Делать тут нехали. И слишком много косяков. Не знаю, может быть, кому-то, кто-то может быть, закроет глаза на эти косяки. Но мне они совершенно не нравятся. Да и вообще много чего не нравится в этой игре. Она какая-то не игра. Может быть, конечно, она дальше раскрывается. Там на каких-нибудь 30-х, 20-х, 40-х локациях. Но, честно говоря, с таким началом мне совершенно неинтересно идти до каких-то более высших локаций. Так, ну и все, зомби отъезжает. Импы третьего уровня. Интересно, на следующей локации будут новые противники или нет. Я, кстати, нашел различия между зомби. Вот это зомби, которые оттолкуют нас в ближнем бою. Они желтого цвета. Те, которые зомби оттолкуют нас в данном бою, они красного цвета. Блин, даже название для разного типа зомби просто не придумали. Да, конечно, с волшебной палочкой урона у нас очень-очень мало. С посохом был гораздо больше. Слушай, а где мой уровень? Мы уже сколько монстров по кромсале, да? И мы до сих пор только третьего уровня. А это только начало игры. Это просто не серьезно. Сам начале игры уровня должны лететь, как я не знаю что, как угорелые. Абсолютно в любой игре так было. Начиная с 90-х. Ты просто заходил на локацию, на начальную локацию убивал, не знаю, просто смотрел в сторону какого-нибудь враждебного монстра. Он умирал от страха. И ты получал сразу десяток уровней. А тут как-то уже столько мобов покромсали и только третий уровень. Это же ужас. Кожаные ботинки добавлены. А у нас, кстати, есть вообще хоть какие-то ботинки? Или мы босиком бегаем? Сейчас добьем этого монстра, который зомби, который почему-то чертовски жирный оказался. Нет, у нас ботинок нету, мы босиком бегаем. Забавно. Вдруг, откуда ты такой взялся? У тебя ни одежды, ни обуви вообще ни хрена нету. Одна только волшебная палочка. На энтузиазме решил жить. Как-то неоправданно быстро поднялась сложность монстров. Ну, точнее, не сложность, а именно жирность монстров. В начале локации мы гасили тех же зомби с трех-четырех ударов, да? Импов буквально с двух. Мы доходим до края локации и уже импов держат три-четыре удара, а зомби могут держать все пять-шесть. И это с условием того, что я считаю, момент от того, как мы даже поставили палочку. То есть не только посох, а и с палочкой. Сад четыре. И что в этом саду такого интересного может быть? Что бы я смог его... О, новые... О, новые противники. Инфернл хаунд. Не знаю, какие-то инфернальные свиньи, короче. Ну, честно говоря, они боговные. Они чертовски боговные. Они нас даже не атакуют золком. Они просто вот появились, просто посмотрели в нашу сторону, просто там что-то посношались в углу и погибли. Слушай, а вот эта хрень у нас получается вечная или как? Ну-ка. Не может быть продана. Да, оно вечное. Оно абсолютно вечное. Мы, получается, можем только, наверное, улучшать ее, чтобы она у нас более эффективно хилила. Интересно. Забавно, интересно. Люблю такие вещи. Ощущение, что мы ходим по одной и той же локации. Нет, на самом деле мы ходим по одной и той же локации. Только она иногда меняется, расширяется, добавляется. Но в целом это одна и та же локация. Блин, даже все одинаковые коридоры. Вот абсолютно одинаковые коридоры. Абсолютно ничего. Абсолютно нет никакого различия между локациями. Уровень 4. А толку от этого уровня неизвестно. Ты давай погибай уже. Давай третьего скелета. Хотя вот это что? Осколок кости. Да нахрен мне нужен. Качаю скелета. Где мой воин-скелет? Я хочу, чтобы за меня сражалась костяная тварь. Живая костяная тварь, если быть точнее. Пум-пум. Короче, все отъезжает. Перчатки. Но у меня есть отличные перчатки, которые вы ни о чем. Так, 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 так. Ну давай интеллект еще прокачаем. Но все это выход с уровня класс. А мы даже половину локации не обследовали. Бывает. А может быть, обследовали. О, это инфернальные свиньи. Только с каким-то щитом синим. Почему ты не можешь вставать на ходу, а? Что за дела, друг? Слушай, это какая-то инфернальная свинья под защитой. Под защитой, которую мы даже не можем пробить. Удите от меня, черте. У-у-у, тихо-тихо. Это что за адское пламя? Ага, все. Инфернальные свиньи мы начали пробивать. Только толку от этого не очень много. Вот она, эта инфернальная свинья. Самая жирная всех. Да что ты говоришь? Опа, отступим. Левел, уровень 4, телепорт, деска, дескатор. Короче, хранитель этих телепортов, походу. Только нам от этого вообще толку нет. Может быть, он хранитель, а может быть, нет. Опа, тихо-тихо-тихо. Вот это было неожиданно. Зомби просто стоит и втыкает. Смотрит на то, как мы уничтожаем его инфернальных союзников. Да, это был какой-то мегабосс. Двуручный меч. Что это? Белт. Пояс. Да мой пояс покруче будет. А у меня, оказывается, броня сломалась. Точно, я же забыл, что тут вещи могут ломаться. Ну, он сломался, так сломался. Походу, наверное, из-за этого мы и стали слабее. Но, кстати, одна из причин, почему они любят такие игры, где ломается броня. Она ломается. Какого черта? Это магический мир. Вы пользуетесь майки, блин. Сделайте какой-нибудь супер-мегаброню, который просто невозможно. Который просто будет чуть дольше изнашиваться. Вы кто? Короче, новая локация. Абсолютно новая локация. Это уже подземелье какое-то. Но проблема в том, что враги по-прежнему остаются точно такими же, как и были. Только в три раза жирнее. Те же зомби. Те же абсолютно зомби. Бьют они, кстати, больнее. Намного больнее. А мы все так же не можем призывать нашего скелета, к которому мы уже прокачали целых три уровня. Я не знаю, блин, напишите в комментариях просто, почему мы не можем призывать скелета. Ну, это бред какой-то. Давай попробуем тебя, я не знаю, переместить сюда. Куда-нибудь. Скелет воин, ну. Может быть, тебя нужно отсюда как-то активировать? Магический урон. Я не понимаю. Вот я просто тыкаю по всем кнопкам, и ничего обстоит не происходит. Ты что такое? Активные навыки. Здесь вы можете напрямую экипировать свои активные навыки в ауру, перетаскивая их в слот. Вы можете использовать их в игре. Смешно. Второе мастерство, неинтересно. Ну вот, я жмакаю по скелету, а ему все равно. Хрен его знает. Вот абсолютно хрен его знает. Из глубины подвала доносили словещие звуки. Из какой глубины, из какого подвала, хрен его знает. Ну, походу, наверное, в подземелье они где-то обитают. А может быть, они где-то обитают. Короче, дохожу до конца локации. О, инфернальные зомби. Ну, конечно, это обычные зомби. Блин, почему они голубые? Ребята, отойдите от меня. Я в вашей банде сегодня не участвую. Так, тихо. Куда ты шмаляешь? Ну, ты видишь, вот они, противники. Ну, призови скелета. Пускай он на твоей стороне сражается. Что за дела-то, друг, а? Телепорт. Телепорт, телепорт. Телепортируйся отсюда, пожалуйста. Все, труп. Нажмем труп. Что будет? Да ничего не будет. Мы просто воскресеньшимся на этом месте. Еще раз труп. Замечательно. Труп. Ну, у меня ломается кипировка. Большая часть кипировки, да, сломалась там, посох сломался. Ты хотя бы атаковать еще можешь, конечно. Ага, косорывое создание. Ну, урон мы, в принципе, им уже не наносим. Понятно, тогда вход в город, да и плевать. Какие тут задания есть? Тут даже нет людей, у которых мы можем попросить задания. Хоть какое-то. То есть тут стоит во всем хорде пара торговцев, пара торгашей и, собственно, все. И что тогда вообще делать? То есть просто бегать и долбиться об стену. Бонстров. То есть просто бегать и долбиться об монстров. Ну, простите, это вообще неинтересно. Я, кстати, вот сюда не заходил. Что у нас тут такое? Какой-то портал. Уровень первый, камни подземелья. Затемное подземелье, чтобы в него войти, нужна какая-то валюта. Нехали тут делать? Абсолютно нехали. Я не знаю. Ни о чем. Просто ни о чем. Возможно, все же там есть что-то в этой игре, когда вы дойдете до какого-то определенного момента. Но 40 минут прошло, и я не дошел ни до чего такого, чтобы могло быть интересно. Блин, у нас за 40 минут появился только один тип. Ну, один новый тип противника. Это гребаные инфернальные свиньи. Все. И навык. Я не знаю, почему у меня навык не работает. Напишите об этом в комментариях. Почему он, сука, не работает? Мне будет очень интересно. А на этом я с вами прощаюсь. И увидимся в какой-нибудь другой игре, которая будет более интересна, чем вот эту. Продолжение следует...